Доброе утро, доброе утро. Ну что, вы рады? Вы рады? Ваши дети ушли в школу? Наконец-то! Наконец-то они пошли учиться. Часиком, да? Что они тут? Пишет любимый блогер и его собачули. Всем в шампанского студию начинаем просмотр. Приятно. Есть хорошие люди, которые пишут приятные вещи. Молодцы. Так, ну что. Утро, доброе утро ранее. Первое сентября. Первое сентября. На улице, посмотрите, как. На улице тоже, наверное, прекрасно. Сейчас мы все узнаем. Мне кажется, сейчас родители такие счастливые люди. Это же надо отправить детей своих учиться и просто кайфовать. Сейчас. Ну, привет. Доброе утро. Асюшечка, доброе утро. Доброе утро, моя девочка. Доброе утро. Доброе утро, Ирисочка. Доброе утро. Время, кстати, 7.41. Так, видите, какой молодец пиво вчера не допил. Вот так. Ой. Так, здесь тоже будут пробки. Пробки попросила одна знакомая собирать для детей. Что-то там какие-то владелки делают. Бля, ты так шумно, Жень. Спокойнее нельзя. Так, сейчас я поставлю эту палку. Сегодня домой поеду. Сегодня поеду домой. Сейчас им кто такого претисывался. Вот думаю, может быть, на пару дней в Крым. Ну, как на пару дней опять? Вот туда, где она. Что-то тусить. Не знаю. Надо посмотреть эти, какого. У меня Милы, кстати, есть. Я могу вообще бесплатно полететь. Только этот нужен, какого. Ательчик какой-нибудь хорошенький купить. Ну, про вчера с ней сейчас покажу. Ой, господи. Ой, господи. Вот это. Это Сумлайт, слышишь? Сумлайт вообще закрывается весь. Слышали, нет? Какие-то там распродажи говорят безумные. Посмотрите у себя в городе. Эльта. Эльта. Вот смотри, Женя, у меня обыкновенная скромная маленькая гостиница номер Стандарт. У меня, правда, когда я выбирала номер, когда я его смотрела, у меня были шторы на окнах и покрывала. Но сейчас из-за коронавируса все это сняли, нельзя, чтобы влажная уборка была. Вот я, и Олеська моя живет в 600 метрах от меня, она бронировалась сама, и ты представляешь, они жили неделю, и их ни разу не сделали влажную уборку, у меня уже сегодня сделали, и полотенце поменяли, поэтому лучше бронироваться через турагентство, они не, вот если будешь снимать напрямую, они не делают влажную уборку, вот ты парень, неужели ты сам будешь полный, так, ну тебе это надо на отдыхе? Нет, конечно, еще я буду сам мать, я дома-то сам ничего не могу. У меня вчера все рассказывала, 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 рассказывала и спать пошла. Сегодня на сафари они гонят, или как это, сейчас скажу правильно. Да, сафари парк, где львы и тигры. Молодец, другинка молодец, просто молодец, девчонка просто молодец, сама все, блин, херачит, добивается, сама отдыхает, сама деньги тратит, сама зарабатывает. Умница, просто умница, обожала меня. Так, что кофе надо пить? Какое утро без кофе? Ну по слову. И еще стаканчик надо, минералочки. Сейчас отдам летом, не получится. Сейчас отдам летом, не получится. Короче, вчера я вылокал из трех бутылок, но вот вы видели остаток этой от третьей бутылки. И помните, я вам показывал в металлических банках? Все стоит, я ничего не брал в этой баночке. Что-то я понял, что уже ничего не хочу, уже и все не пьется. Не интересно пить. Все, сейчас кофейочек сделаем, пойдемте посидим на этом. На рассвете. Что, как у вас настроение? Сейчас хочу сделать перерыв дня три, наверное. Без алкоголя, без вообще на ппшечку, и надо вообще в зал сходить. Ты подрасслабился чуть-чуть. Так, телефон берем. Кофе берем. Так и весь. Сейчас, секунду. Уходи. Прохладно еще. Прохладно. Блядь, обухой не бред еще. Я все-таки сложился. Чтоб нахер ветром не унесло. Блядь, какая жизнь прекрасная, просто. Какой кайф вообще. Какой кайф. Я такую маленькую возьму, почему-либо еще вложиться не буду. А маленькой будет вполне достаточно. Принес маленькую так лечь с перехода. Ммм. Кстати, заказал вчера на Wildberries. Wildberries. А этот, как его, всякие средства разные для роста волос и от выпадения. У меня не выпадают. У меня был период, когда они выпадали. Это там тестостерона у меня скакал. И мы выпадали. Вот. Сейчас все остановилось. Все прекрасно. Но волос мне кажется мало стало. Ну, меньше. Хочу попробовать все эти средства. Очень отзывы почитал. Очень крутые отзывы. Реально рабочие штуки. Что у людей волосы растут там спустя применение 2-3 месяца. Посмотрим. Может быть реально заработает. Сейчас не буду говорить какие средства заказал. О том, что это. Буду проверять и буду рассказывать. Так. Что у нас там, блядь. Новости, конечно, пиздец. У нас какие-нибудь позитивные и хорошие новости будут? Нет? Вот. Я когда был в Америке, в один из разов, в Нью-Йорке был раз 7, наверное. И вот в самые первые разы, когда летал, что это была за экскурсия? О, сыночка. В Нью-Йорке. В Нью-Йорке экскурсия. А кто это не так говорил? Гид, наверное, какой-то. А, ну автобусы, да, которые забирают из этого, из аэропорта по отелям, которые разводят. Да, 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 точно. Я думал, никаких же гидов я не брал, блядь. Никаких экскурсий. Сам все ходил по Нью-Йорку. И это. И он рассказал, что в Америке как-то давно открылся канал один. И он был исключительно на позитиве. Исключительно рассказывал позитивные новости. Все-все-все позитивное. И, кстати, он обанкротился. Он разорился. Потому что людям неинтересно позитив. Людям неинтересно добро. Людям интересно, где кого убили, прибили, блядь. Где скандал, где пожар, где затопило. Людям нравится смотреть, у кого еще хуже, чем у них. Вот они прям кайфуют от этого. Люди не могут пережить, живя где-то там далеко. Сейчас не про всех. Но я про большинство наших людей. Живут где-то там далеко. Ничего не могут добиться. И они не могут смотреть Ютуб. Ой, блядь, Ютуб. Они не могут смотреть. Ютуб тоже, кстати. Не могут смотреть новости, где людям кайфово. Где людям круче, чем им. И они покайфуют, когда они смотрят, блядь, ага. У этого дом затопило, снесло нахуй рекой, блядь. У этого, блядь, взрыв был в доме. И они прям кайфуют. К сожалению. И это не только русский менталитет. Да, ведь и в Америке не пошла эта история. Это, видимо, просто такая людская сущность. Прохладненько пока еще. На улице. Сколько градусов? Сколько градусов? Сколько градусов? 1 сентября. 1 сентября. Я, блин, 1 сентября просто не переносил. Просто не переносил. У меня был такой стресс пойти спустя 3 месяца отдыха в школу. Именно 1 сентября. У меня такой был стресс. Просто. Кстати, всегда в Красноярске, всегда шел дождь. Всегда. Глаза отекшие, как будто бы, да? Как будто бы. Как будто бы, но это не так. И вот сегодня нет, кстати, дождя у них. Вот я смотрю, Красноярск. Все нарушилось. А всю жизнь было 1 сентября дожди. Всю жизнь. Вот сколько я себя помню. Всю жизнь были дожди. Кстати, в пятницу очень крутая будет погода. 23 градуса. И все, что ли, и пошло на убывание. Вообще, школа для меня это был, ну как, не стресс, но я не любил школу. Как-то я хорошо учился, я не любил школу. Я не любил вообще эту всю историю, когда 30 человек тебе, блядь, вообще не по твоей теме. Все они, они все какие-то по-другому мыслят. Думали там, кто где бухнуть, кто где покурить. Я же не курил вообще никогда. А пить я начал, попробовал в 15 лет. А до 15 лет я вообще просто не воспринимал ни сигареты, ни алкоголь в других. Мне постоянно приходилось как-то избегать все эти компании. Ну как говорится, от судьбы не уйдешь. Бухать, бухать надо. Господи, как хорошо, что закончилась вся эта школа, техникума. Что мне не надо? Мне не дают с меня сняться сны, и они снятся как кошмарные и страшные. Что нужно идти учиться, что нужно, что я уже на уроке на каком-то там техникуме. В каком-нибудь техникуме. Для меня это стресс. Пебал я это в рот, блядь. Пошли нахуй, блядь. Меня сейчас будет заставлять учиться, идите в жопу только по собственному желанию, блядь. И это такой кайф, блядь. Реально, учиться там, где ты не хочешь учиться. Учиться на кого-то, на кого ты не хочешь учиться. А большинство детей именно так уучатся в техникух, колледжах, неосознанно поступают. Потому что какое, блядь, осознание после девятого класса, да? После одиннадцатого еще они могут там мозги включить. После девятого, блядь. Это как я, я же по первому образованию технологического сварочного производства. Я пошел вообще на электрика. Техника электрика или как он там, блядь, назывался, блядь. Уже не помню. Отучился полтора курса и понял, что я не хочу быть электриком. Какой, блядь, электрик? Так, ну что-то надо это. Сейчас мне придется в себя лицо. Думал, какой нахер электрик? Пошел я в этот. К папе приехал, говорю, пап, я говорю, я хочу уйти. Смотрите, у нас брат Савстанебесный учился на технологии сварочного производства. В моем же колледже, да, техникуме. В моем техникуме на два курса выше. И это... Я говорю, пап, я говорю, я не хочу быть электриком, я хочу, как Андрей, быть сварщиком. Папа говорит, ну, надо идти, значит, к директору и разговаривать. У меня были при поступлении баллы, такие, ну, высокие баллы. Я мог любую... Там было три профессии. Там был механик, автомеханик, сварщик и электрик. Я мог любую выбрать профессию. У меня пропускные баллы позволяли выбрать любую. Самая высокая по баллам была именно механика. Почему-то я выбрал электрика самого дешевого. По самым низким баллам, который был по проходным. Я выбрал этого электрика. Нахуя вообще не понимаю, блядь. Нахуя. И вы понимаете, да, какой сброд там был? Там просто, блядь. Там хуже армии, блядь. Там такой сброд был, блядь. Там просто все, кто... Дурачки, которые, блядь, никуда не поступили, поступили на электрика. И я, блядь, среди них такой... Обизец, блядь. Ужас. Короче, в итоге мы пошли к директору. Директор сказал, окей, переходи на сварщика. Я перешел на сварщика. И... Это как это? Мастер? Как это это? Ну, типа классного руководителя в техникуме. Как это? Мастер? У каждого уже в группе есть мастер. Да, по-моему? Не помню, как это все называется. Она, представляете, жила в моем дворе. В моем дворе жила. И она по двору распускала слухи. И по техникуме тоже распускала слухи о том, что якобы я боюсь этого... Как называется? Тока. Думаю, блядь. Ибанько с улицы Морозко. А, видимо, их за это отчитывали, как в свою группу уходит человек. Знаете, что-то ты, блядь, плохой мастер. Ей нужно было что-то придумывать, видимо. Вот она придумала такую историю, почему я свалил. Хотя я реально хорошо учился. Ой, блядь, ни за что в жизни больше не хочу вообще. Никаких учеб, блядь. Только, блядь, полюбить только по своему желанию. Только парикмахерская. Все, никаких нахуй учеб. Балые добры, блядь, пизду. Кофейку надо еще подлить. Ай. Вы любили учебу-то, нет? Школу, техникуму? Кто любил, напишите. Просто очень интересно реально, кто-то еще любил это вообще. Для меня понимаете, школа была стрессом, потому что… Еще другой кофе. Школа была стрессом, потому что я очень трепетно относился к школе. Я, например, кстати, у меня школа была, вроде какого, возле дома буквально, наверное, ну, блядь, не соврать, но, блядь, вот как соседний дом, нельзя там 3-5 минут идти до школы, и мы с сестрой приходили, вот моя ответственность, сестра там, блядь, могла и прийти, наверное, 40 минут позже на урок. А я приходил… Чего я хочу вас поставить, почему? А я приходил за минут, наверное, 40 до начала урока. В совете, для меня это реально стресс был. Я всю жизнь боюсь опоздать, потому что я всю жизнь. Я даже сейчас приезжаю там на съемки, на работу, всегда заранее, я всегда за 30 минут минимум приезжаю. У меня вон Анька Семенович ржет, говорит, Жень, блядь, приезжай хотя бы вовремя когда-нибудь. Потому что, ну, реально, я всегда приезжаю заранее. Учитывая то, что Аня… Анечка всегда опаздывает, ну, не опаздывает, а задерживается. Вот. Всегда, стабильно. Вот. И понимаете, да, я еще, блядь, за 30 минут приеду раньше, она еще опоздает. И со школой то же самое было. Я всегда боялся, блядь, пропустить начало урока. Я не знаю, блядь. У меня вот это очень… Представляете, какое у меня стрессом состояние, блядь, был. Мне всегда это очень, ну… Стревожило, что я могу опоздать. А тогда вот сейчас, да, вот у меня это выработалось. Не могу себе позволить даже приехать вовремя на съемку. Всегда приезжать заранее. А так думаю, блядь, я приеду вовремя. А вдруг там съемочная группа приедет, блядь, заранее. И артист приедет заранее. И чё, блядь, меня будут одному ждать, блядь, Фею из Бомбея? Ну нет, конечно. Я этому не могу себе позволить. Поэтому я тут предпочитаю подождать. Я предпочитаю подождать. Мне так спокойней. Я тихонечко там на работе, на съемках раскладываю вещи. Не спешу никуда. Думаю, уже только думаю о том, как и что я буду делать. Потому что заранее обговариваются укладки, прически. Поэтому мне так спокойней. Обижать сломя голову. Что у нас, у Олесеньки дирижение, что ли? Подожди, Олесь, где ты выскочила? Или не ты выскочила? Где? В Фейсбук уже выскочил. Кстати, у меня есть девчонка одна знакомая. Мы с ней познакомились. Учились на Лореаль, по-моему. Да. Лет, наверное, 14 лет в Москве. Лет, наверное, 10 назад. Если не там 12. А может быть и 12. Мы на связи до сих пор, но никогда отдельно, без семинара не встречались. Но мы всегда переписываемся. Всегда друг друга поздравим с днем рождения. И вот, понимаете, есть такие люди, которых, блядь, не видишь, да? А ощущение, что ты вот, блядь, всегда с ним на связи. Как будто бы, ну, встречаешься постоянно. Вот есть такие люди. Да, точно, Олейский день рождения. О, с кого люди, сегодня день рождения? Господи. Сейчас Олейский надо написать. рыба моя доброе утро доброе утро с днем рождения счастья тебе за здоровье здоровье гармонии пусть тебя окружают только хорошие люди пидорасы и гандоны пошли все нахуй вот будь счастлива и пусть весь мир будет у твоих ног всех благ тебе крепкого здоровья так и поздравляю на мажине ночью нет 1 сентября скорпионы вам сделают и скорпион по гороскопу вам сделают крутой сюрприз сделайте вид что вам понравилось блять приводит футболка купить нет как раз них акции 999 рублей сделано в 1985 году я родился у оригинал партия вся в оригинальной партии вся партия оригинально и краса прикольно все время вообще ничего смотреть в этом инсте просто нечего я вот так пролистываю даже не лайкнуть что тут лайкать-то сити какая креативная фотка смотрите улока улоку на страницу бог видите девушки ноги видимо зарыли песке и вот вода подошла здесь как красиво как платье моря как платье очень красиво вкусный кофе вообще безумно чести и боли безумно видели анечка чего стала фотография фотографию фотографии как вам как вам напишите очень интересно макс и еще одно из видео все я его не удалил со съемок попросили пока не выкладывать клипы это обязательно выложу если не удалил правда могу могу удалить на самом деле тоже бакстейдж джон бон джон бонжови даже этот джон бонжови и туда помогу они не туалет открыл два ресторана в которых люди без денег могут есть бесплатно рестораны предлагают меню без цен идея состоит в том что те у кого есть деньги платят 20 долларов а те у кого нет денег могут есть все что хотят а затем работать в качестве добровольцев на кухне или в садах где выращиваются многие продукты молодец прикольно прикольно молодцы люди молодцы только о на том телефоне с одной стороны кнопки другом на этом всего лишь одиннадцать лет первый класс идет почему не хочешь пушка пушечная ну спустись полную солнышке все будет хорошо сегодня опять вчера было вообще шикардос на я буду с Асечкой погуляю, приходить буду собирать в доме все вещи, чтобы в город поехать. Круто завтра, круто. Очень круто. Еще можно было уже в огороде что-нибудь садить, ковыряться. Я тут вообще носился. Тут просто сейчас это, приедут к землерой в скором. Тут перерывали всю, перекапывали всю почву, потому что тут очень это, как она называется? Подъявляет. Земля, которая влажная такая, как она? Ну как она, блядь? Пиздец. Еще не проснулся. Это, правда, как называется влажная земля? Глина, блядь, глина. Тут очень все в глине было. Все перекопали, посыпали верхний слой какой-то там нормальной земли. и сейчас приедут, они что-то будут еще сыпать сверху и уже засыпать будут семена травы. и все. И потом пойдут деревья всякие. Я бы уже с удовольствием бы чуть-чуть бы ковырялся, бы ковырялся. Тут особо ничего не посадишь, мне кажется, потому что там реально под... Я вчера, когда, когда я эти фонарики устанавливал, вчера, и это... Там пиздец. Там просто, блядь, хуй, что копнешь, там, блядь, прям глина. И она прям такая жесткая. Поэтому, не знаю. Какой-то еще верхний слой она должна привести. Чтобы вы понимали, сейчас эта история огородная. Перекопать, перевести, усыпать, засеять стоит миллион рублей. Миллион. Миллион. Стоит миллион рублей. Это ебануто. Мне кажется, родители бы просто взяли бы по три лопаты в каждой и просто сами бы все перекопали, перерыли. Они так и сделали бы. Миллион. Миллион. Слышали, вчера создателю чебурашки и крокодилы гена исполнилось сто лет. Представляете? Сто лет. я, честно говоря, не думал, что он жив. Я, честно говоря, вообще не думал о нем. Кстати, вот тут, смотрите, есть сайт вот такой. Аферисты, видите, сейчас они говорят про лабаду, якобы меня часто спрашивают, как я похудела, я пришла в эту, какого форму после родов с помощью этого бренда. Смотрите, это развод. Имейте в виду. С ними вообще ничего не сделать с этими мошенниками. Они так же Аньку Семенович выставляют. Просто без... Сейчас покажу, так же я Аньке отправлял. Сейчас Семенович. Я отправлял Ане. Аня говорит, как они загибали. А, они, вы представляете? Во. Вот я Аньке отправлял. Видите? Публикация, пост был. Удалили, Анька пишет, только не достали. Вот. Это мошенники. Имейте в виду. Не ведитесь на вот эти все, блядь, истории. Не ведитесь. Это все полная херня. Судакова пишу. Думаю, кинки свалить в ее сторону. Когда мы приеду, посмотрю, что там есть по отельчикам. Прям хочу день на пять. У меня самолет, бесплатный. Там у меня как раз осталось 20 тысяч этих милей. Миль. И это. А там по десятке. Десять тысяч милей в одну сторону стоит. Думаю, свалить. Что делать здесь? Когда солнышко выходит так, тепло становится. Наконец-то исчезли из ленты Дом-2. Я не знаю, как я это сделал. Наконец-то стали исчезать. Стали исчезать. Путин выяснил, кто обворовывает народ. И кто же, блядь. И кто же это, блядь. И кто же. Так, пойду я еще чашечку кофе налью. Тут все утром постоянно сопли. Столько лет уже это вся. Дезумает счастье и боли. Дезумает мысль с тобою. Ой, я не болею. Мне что-то постоянно было как-то нарушено в носу херня, бля. Извините. Третья кружка кофе и гулять. Я пью очень много кофе. Очень. Я без кофе вообще не могу прослыться. Знаете, даже на самом деле, блядь, вот оно и не бодрит. Оно ни хера не бодрит. Просто сам запах кофе с утра он меня пробуждает. Не знаю, как у вас. Интересно, много народу пьет кофе у меня или нет? Есть люди, которые с утра пьют чай. Я просто знаю таких людей, которые с утра пьют чай. Для меня это непонятно. Мальчик. Так. Так. Малакон. Девочки. Так. А как? Значит, небольшую? Видите, она не может. Так. Курнатно. Так. Как завлечь, знаете, как это, как детям дают эти, какого планшета, чтобы дети не бесили, не напрягали. Вот то же самое с собаками. Как завлечь собаку, дать им просто палочки. И все, блядь. Какая жизнь прекрасная, какая прекрасная жизнь. Удивительно прекрасная, просто удивительно. Нет. Четыреста? Нет. Сто семьдесят? Нет. Триста пятьдесят? Больше. Триста семьдесят? Да больше. Четыреста? Больше. Пятьсот? Да. Ты ёх! Ай, твои ставки сколько это стоят? Триста пятьдесят? Нет. Четыреста? Нет. Сто семьдесят? Ладно, зайки. Пойду я сейчас с Асей погуляю. Надо собираться будет. Тут и идет собака. Судя по всему это Ася. Астюма, рыба моя. Блядь, все подряд, блядь, кашля и сопля. Ну и не болею. Все. Пока-пока.